добрый вечер друзья у меня самый короткий вопрос из всех что мне когда бы то не было приходилось отвечать звучит он так каково ваше мнение о книгах об америке николая злобина исчадия рая и живут же люди вот ну давайте мы немножко поговорим так а я пока потихоньку поеду и буду так немножко рассказывать что первую книгу исчадия рая никогда не видел и никакого мнения у меня нет и быть не может а вот вторую книгу мне привозил человек придется мне камеру повернуть чтобы вас не слепило привозил человек из питера было это я уж не помню там когда не относительно недавно относительно недавно и гайд вот он сказал все читают зачитываются к тем америка интересуется ну это не было это было существенно до крымской вот этой истории все все кто америка интересует все зачитывается вообще такая книга и мне ее дали я ее подержал пару часов полистал на кое-что посмотрел я отдал обратно и давайте я может быть сначала начну о литературе такого плана есть как бы два жанра который кажется что один но вот их два например допустим радищев пишет книгу путешествие из петербурга в москву я надеюсь что кто то из вас читал а кто не читал я очень советую прочитать 200 лет назад человек путешествует из петербурга в москву то есть русский дворянин российский дворянин процент описывает жизнь людей в россии какие такие дорожные заметки есть книги я уж там авторов не помню вот какой нибудь там британский или французский путешественник его заносит в россию и он там едет и что-то описывает я помню вот из какого-то из таких вот путешественников была потрясающая фраза ее потом много раз цитировали что суровость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения вот такая была замечательная фраза вот то что он вот углядел так вот есть два разных жанра отличаются они в первую очередь по глубине то есть когда иностранец едет по какой-то стране но у него есть какие-то поверхностные впечатления ну ну конечно есть почему нет вот допустим даже вот соединенные штаты если я поеду там скажем во флориду и недельку там побуду я наверное могу вам что-то рассказать о флориде но я не могу претендовать на глубину который может скажем обеспечить человек который живет там который знает массу нюансов которые понятия не имеют так далее тем более там другие страны и тогда значит тут получается такой жанр как бы синтетический то есть вроде бы человек он хотя бы он в принципе из россии но пишет о соединенных штатах то вот николай злобин пишет о соединенных штатах но он не путешественник а он на момент написания вот этой книги второй как я там когда предисловие читал там получается что он уже там 20 лет живет в сша но он как бы в сша с одной стороны вроде он живет то есть он там и жена тоже вроде даже не первый раз там или что-то такое то есть он как бы гражданин видимо страны он где-то там преподает в университетах так далее но он доктор наук по моему философских и он публикуется в россии то есть он фактически как бы россиянин но который продолжительное время находится в соединенных штатах такого же плана например был бы позднее если бы честно что-то писал вот тоже он скажем он россиянин но он какое-то время там жил в америке раньше какое-то время жил вот там в девяностые то есть мог бы наверно что-то написать я впервые столкнулся с этим жанром в семидесятые годы было были два автора и у них были очень нашумевшие книжки значит в семидесятом году вышла книга называлась ветка сакуры если вы погуглите то сейчас ее можно свободно тому качнуть и в виде файла и в виде там звуковой дорожки там где-то она начитана всеволодовщинников такой был обозреватель газеты правда международный такой видимо из органов чек проверенный так по тем временам иначе не получалось он же кстати в восьмидесятом году по-моему написал книгу корни дуба уже про великобританию вот было еще одна книжка невероятно нашумевший вот корни дуба не было такой популярный ветка сакуры было исключительно популярный про японию и всем седьмом году была книжка другого человека это был журналист международник он писал про великобританию называлась она британия глазами русского это была вообще такая вещь все читали обсуждали там такой вот мне это еще немножко напоминает советского разведчика рихарда зорге который находился в японии в должности корреспондента я уже не помню какой именно нацистской газеты и вот он немцам а япония была союзником германии вот он немцам перед нападением там германии на ссср вот в этом в это время то время он им рассказывал о японии вот его репортажа о японии они тоже там сносили крышу немцам которые просто обалдевали от того что есть какой-то такой мир неожиданный который даже все трудно представить вот значит да есть есть такие авторы так вот получается зорга был немцем но писал из японии осипов был русским он писал о великобритании из великобритании овчинников был русским но он писал о японии а по впоследствии о великобритании где он жил достаточно глубоко это не были путевые заметки а это были как бы заметки человека который с одной стороны достаточно глубоко знал предмет он там жил он изучал то есть он не просто так знал вот ну и естественно все это сказать базар этот фильтровался органами там вообще чтобы опубликовать хоть что бы то ни было на такую тему нужно был я не знаю кем быть это это высокий уровень вообще в иерархии вот этих вот органов там спецслужб там и так далее просто так не опубликует я я так понимаю да пусть меня поправят там товарищи которые служили тогда в органах может они лучше знают и вот мы потихонечку подобрались к вопросу нам говорят вот николай злобин николай злобин пишет для российской аудитории соответственно ну а что вы хотите он он для нее пишет если бы я писал для российской аудитории я бы наверное написал по-другому тот тот же самый материал писал бы какими-то другими словами если например американские люди прочтут в переводе на английский язык то что написал злобин об америке может быть они там по хихикают немножко если японцы почитали бы что писал в ветке сакуры там все волотовчинников может быть они бы удивились что их настолько не поняли я не знаю честно у меня у меня нет на этот счет никакого так сказать суждения но раз меня спросили про книжку значит четки это определенная книжка написана русским человеком живут там находящимся продолжительное время в америке но не порвавшим с россии никак а он больше как в командировке там живет то есть он он реально имеет очень много дел в россии он как бы командировочный такой но с более глубокими корнями я полистал книжку и ну я почитал но тут пять минут там 10 минут и какие-то вещи меня интересовали я почитал какие-то не интересовали я дочь пролистнул мимо там такие знаете как вам сказать неглубокие это неглубокие заметки неглубокие там я думаю что он и без претензий на глубину но просто это претензия как бы подспудно возникает если человек 20 лет живет в америки он там гражданин америки он там женат на американке или там был женат или там третий раз женат я не помню какой то наверно оставить какая-то особенная глубина значит особенный глуби этом близко нет это я могу как бы легко сказать если бы вот давайте так если бы я не знал что он доктор наук но я бы сказал что это нормально такое бла 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 и почему нет когда человек доктор наук то у меня уже тоже какие-то ожидания возникают я думаю доктор наук же не может писать вот ну скажем бла 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 на уровне там ну просто вот там я не знаю анекдотов там о русских набрать они все-таки это ожидается что-то более такое обоснованное например вот там есть фраза который меня потрясла там что мы ну там роль русских программистов или там инженеров я там не помню какой был конкретный вопрос но вот фраза звучала так что дословно считается что кем считается чего не знаю считается что там 20 процентов всего что там написано компании microsoft сделано выходцами из советского союза товарищ я думаю там и 2 процентов нет но если ты вот такие вещи говоришь но ты может быть сошлёшься на кого-то но но откуда то он взял эту цифру эту цифру да она же ему не пришла в голову он может сказать я читал в газете или я там был на конференции или я разговаривал с кем-то но но вот нету понимаете еще раз для любого из нас это нормально для доктора наук до которой еще и публикуется каждый раз когда ты публикуешь сейчас время такое знаете сейчас погулять можно посмотреть об смеять могут легко я например себе уже не могу такого позволить я когда начал блогингом заниматься я вдруг понял что за каждое слово которое я скажу не точно и меня тут же обсмеют и я с тех пор стал намного осторожнее вот я не позволяю себе я надеюсь но бывает она проскочит это правда бывает так вот но я не доктор наук и даже не кандидат на самом деле другой момент очень странный был там николай злобин он преподает ну что-то преподает там в разных университетах менту тут немножко там немножко он там перечислять и вот там есть тема евреи в америке ну и меня как тема близко я думаю что он там про евреев рассказал я хочу сказать что ничего более поверхностного я в своей жизни не читал на эту тему ну то есть вот так можно сказать следующий момент он говорит что вот там что вот много евреев там в топовых университетах американских и перечисляет какие-то университеты которые многие из которых не топовые но при этом он туда включает в этот список еврейский университет есть в сша есть еврейский университета называется брондо из university брондо из этот брандос не является топовым но не в каком смысле ну вообще не в каком ну прилично университет нужно ни топа это никак но это еврейский университет изначально так как бы сделан там 50 процентов евреев а 50 процентов просто люди которые там хотят учиться но ну конечно там много евреев но если он еврейский университет но но понимаете то есть я хочу сказать что ночи не хотелось мне дальше читать то есть я я понял что я для себя ничего интересного не увижу вот а с другой стороны с другой стороны он позитивно относится к стране к тому как люди здесь живут он что-то такое там рассказывает бытовое такое значит наверное интересно читать я я думаю что люди живущие в российской федерации там украине там не знаю где беларуси за пределами соединенных штатов наверное они для себя что-то там увидят потому что он их глазами смотрит понимаете это америка глазами русского который связан самым тесным образом с россией не русского как я который там 25 лет назад уехал и живет в америке и живет в америке человека который как бы он живет на два дома у него тут дом там дома он функционирует в двух пространствах поэтому наверняка это интересно вот так же как было интересно читать в москве там да про там британия глазами русского или ветка сакуры вот наверняка книга значит николая я здесь фамилию злобина читается не хуже она легко написано там очень такой хороший легкий стиль и очень очень приятно так чтиво такое и так далее по содержанию по точности там нет каких-то грубейших ошибок я я не видел как что-то возмутительно неверного и так далее там есть много неточностей это но это правда но много неточности просто вы когда читаете это вы не не скажите себе я ожидаю там какой-то научный трактат прочесть там академическое издание там нет ну просто человек вот вот просто человек и он когда писал эту книжку он не был доктором наук который пишет для научной среды зная что его сейчас начнут там тормошить коллеги которые скажут ты чё это мужик там не по правилам пишешь вот так так я в целом положительно отношусь я могу сказать если человек живет в российской федерации или там вот там живет там бывшем ссср наверное он с удовольствием почитает вот по моему солнце опять в экранчик нам вот а те кто живет в соединенных штатах я не думаю что что там такое им откроет но с другой стороны если они вчера приехали но вчера то может быть им тоже будет интересно даже не знаю что сказать с другой стороны даже люди которые приехали вчера в принципе у них есть возможность пообщаться с людьми которые здесь достаточно давно и может быть там тоньше знают те или иные аспекты и там и так далее люди которые живут сша потому что они здесь работают или скажем там жена американка они не сталкивались с той америка из которой сталкиваются вот те кто ищу положение для камеры с той америка из которой сталкиваются те кто приезжает там по лотереи или там какой-то беженской эмиграции так далее то есть у них совершенно другой вход в систему они с другой двери заходят в систему вот поэтому они многие бытовые вещи не не видели одни видели одно другие другое знать как эта история со слоном когда 77 слепых общупывали слона и каждый общупал там что-то свое и вот они начали обмениваться выяснять впечатление у них не совпадают при том что слон таким таки был слоном но просто слепой не видит всего слона вот то же самое и как бы с америкой то есть с японии с великобритании с россией украины киргизии вот то же самое происходит всего не углядишь вот а у каждого свое мнение вы не знаете друзья сколько я вижу разных мнений у нас тут на канале вот по одним и тем же вопросам вот тут довольно много народу абсолютно из любых стран которые мне говорят правильно сказал молодцом а тут же другие люди из этих же стран говорят мне что я вот про про там их страну не понимаю ничего против они там друг с другом договориться не могут так что из казахстана кстати у нас много народу которые недовольны они недовольны и они что с претензиями и так далее я тут письмишко одно у меня есть я прочитаю из казахстана просто чтобы немножко успокоиться а может наоборот подзавестись посмотрим у меня есть хорош такое письмецо из казахстана а давайте вам знать что покажу буквально перед выходом из офиса вот подарили мне друзья носочки это носочки женщина говорит это вот та самая девушка которая летела к нам из летела в лос-анджелес из шотландии и в самолете ей там у туалета посоветовали в портном компьютер скул пойти так вот она мне подарила эти носочки эта бабушка связала в туркмении это туркменские носочки друзья вот я приеду домой попробую намерить вот у нас очень мало народу из туркмении кстати в школе хотя девушка сама из казахстана оригинале но вообще в лос-анджелесе давно живет вот смотрите какие хорошие носочки если что я туда свете а если свете не подойдут я тогда саше внучки отдам так что возвращаясь к теме книг значит николая злобина читайте господи если вопросы возникнут давайте сюда вопросы хорошо когда вопросы возникают это не злая книга она не написана каким-то злобным проходимцам жуликам лугуном и так далее там этого нет близко это абсолютно искренняя вещь об сто процентов искренняя я ее так воспринимаю она не написана с тем чтобы что-то обгадить и в общем то я бы так вот ее охарактеризовал то есть я бы ее поставил в разряд рекомендованное чтение да почитаете вопросы возникнут пойдете дальше читать глубже читать в принципе если у человека мозги как бы тренированные он и злобную дрянь тоже может спокойно читать без ущерба для процесса познания в этом смысле я хочу поставить пример ленина владимир улича его звали владимир улич если кто-то не знает то что я тут сталкиваюсь с теми кто не знает тут у меня девушку спрашиваю как звали брата ленина старшего знаете как да так ведь не знаю это как ли не назвали тоже быть не знаю друзья брата звали александр ленина звали владимир улич да и про александр есть анекдот такой кавказский что выпьем за ленина старшего брата повесили он покушался на государь-император и вот значит такой кавказский анекдот что выпьем за ленина и там бла-бла-бла-бла как за брата отомстил вот таким же невозможно рассказать они же не знают ни про брата не про ленина уж ленин владимир улич находился в эмиграции во время первой мировой войны и в эмиграции ну что ну как конечно там поступают газеты из российской империи разные самых разных направлений партии течение там и так далее начиная от большевистской прессы которую ленин сам искать рук не прикладывал и кончая всевозможными левыми правыми крайне правыми крайне левыми и так далее и он понимая кто это пишет все-таки нас качу интеллект у него был развитый он нацелен был на какую-то дрянь но но в целом это был совершенно гениальный чек на самом деле и вот он злой гений он создавал абсолютно объективную картину того что происходит в россии читая источники каждый из которых искажал эту картину на свой лад но поскольку он знал на какой лад и что там за конкретно лад он довольно так аккуратно все это раз расставлял он видел что происходит и узнал момент он знал что делать и как делать там у кого денег взять кого кинуть надо будет и тогда абсолютно все знал поэтому можно любую литературу читать если ты понимаешь что ты читаешь может можно читать майн кампф я не хочу сказать ничего плохого если ты понимаешь что ты читаешь зачем читаешь и что-то больше найти там и раньше вы можете читать майн кампф я бы не стал мне не надо но вообще принципе люди которые если которым надо они читают ничего страшного да у меня большое желание коран почитать я как знаете такое время мы живем что вот много обсуждений я думаю если там может время где-то найдется кем почитал ну пусть переводе конечно что делать а читают же люди ветхий завет переводит правильно вот и по-английски читают этого по-русски читают ничего страшного если не можешь в оригинале да в общем наверно все и сказал чай-чай-чай вообще заливаясь тут все об одном и том же об одном и том же друзья читайте книжки задавайте вопросы разбирайтесь вникайте и и чтоб вам было счастье вот а кто до конца дослушал это должны быть абсолютно замечательные люди ставьте лайк чтобы я знал что вы дослушали до конца счастливо